Привет, привет! Как слышимость, как видимость? Все хорошо? Видно, слышно? Готовы к вебинару? Прием, прием. Отлично. Но если Оксана Петровна меня слышит и видит, тогда, значит, меня слышит и видит, в общем-то, все остальные. Рад вас приветствовать, уважаемые коллеги, уважаемые поклонники и почитатели продукции марки Натюнуэль. Мы продолжаем с вами говорить о наших биостимулирующих препаратах стерильных. Да, вчера мы говорили о препарате Нормалайз Скин Чи Эр. Это наш биостимулятор анаболического и антикатаболического профиля. Сегодня на повестке дня препарат Скин Реструктур. Реструктур Скин Лифт. Реструктур Скин Лифт. Этот препарат тоже относится к биостимулирующим препаратам. То есть основной таргет – это дермальный фибробласт. Существует в двух объемах. Есть у нас объем с вами 10 мл, который можно применять на лице и на теле. На лице и на теле. То есть можете сделать пометочку Face and Body. Есть объем 20 мл. Инфлакон из формы выпуска флакон, что тоже дает нам достаточно такую фору. Дает удобство в применении, в использовании, в дозировании. На флакончике объемом 20 мл есть такая пометочка Body. Стоит слово Body. Что значит тело? Препарат объемом 20 мл предназначен для работы по телу. Его не рекомендуется применять на лицо. В чем отличие? Мы с вами, конечно же, сейчас разберем. С пометочкой Body препараты не рекомендуется применять на лице. Не рекомендуется. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте приступим к разбору. Итак, форма выпуска флакон. Есть объем 10 мл, есть объем 20 мл. Удобство флакона в том, что вы можете изъять из флакона необходимый объем препарата на лицо. В среднем это 2 мл. Остатки при соблюдении правил асептики и антисептики, при правильном консервировании, при соблюдении условий хранения холодильника, при температуре плюс 5 градусов, спокойно сохраняют свое рабочее состояние до месяца. Однако, когда набираете препарат, не забудьте осмотреть его на предмет сохранности, дабы исключить порчу продукта. Если раствор не изменился физикально, остается таким же прозрачным, вы можете его применять. Давайте начнем с боди, с лица, с лица точнее, скин, реструктур, фейс и боди объемом 10 мл. Флакон объемом 10 мл. Что из себя представляет содержимое? Это жидкий такой, слегка загущенный, не совсем жидкий, коллеги. Загущенный раствор, pH у раствора, помните, всегда начинаем с pH, потому что pH имеет иногда очень даже принципиальное значение. А pH у раствора 5,8, кислый pH и поддерживается, это заданное значение, pH 5,8, заданное значение pH поддерживается ацетатным буфером, кислотный ацетатный буфер. Кислый буфер, кислый pH 5,8. Ну, понятно, что ацетаты у нас имеют своеобразный запах, своеобразный аромат. Ну, немножечко напоминает такой запах уксусный. Если ваш пациент скажет, что что-то уксусом попахивает, ну, не удивляйтесь, вы скажете, что это ацетатный буфер раствора. А нормалайз-скин, бикарбонатный буфер, потому что там pH физиологический, да, ацетат 7,4. Скин-реструктур, кислый раствор, pH 5,8, поддерживается ацетатным буфером. Закисляет дермов, да, при инъекции, при введении его интродермально, смещает значение pH в ткани в кислую сторону, в кислую среду. А вот кислый pH – это очень важное условие для формирования волокон коллагена первого типа. Давайте еще раз вспомним три наших вопроса, которые мы должны задавать в отношении предлагаемых нам новых препаратов и методик. Первый вопрос, который мы должны с вами задать, что является таргетом, что является целью, мишенью для основных действующих компонентов в препарате. Таргетом для препарата скин-реструктур является дермальный фибробласт. Дермальный фибробласт. Рецептор, который мы с вами активируем на дермальном фибробласте, называется CD39. Активация этого рецептора инициирует фибробласт к синтезу нового коллагена. На выходе второй вопрос, который мы должны задать. Коллагена первого типа. Коллаген типа УНО первого. Первый тип коллагена. И третий вопрос. Какой смысл, какая цель преследуется этим препаратом? Чего же мы достигнем? Коллаген первого типа, он сжимается после того, как формируются волокна, происходит ретракция, сжатие этих волокон. И в результате клинически мы видим сокращение избыточного кожного лоскута, который мы называем с вами лифтинг-эффектом. Мы с вами очень любим это явление и стремимся к нему всячески. Итак, что же является, то есть понятненько, активируем фибробластный рецептор CD39. Инициируем фибробласт к производству никсинтеза. Помните, что фибробласт не синтезирует коллаген. Это многоэтапное производство. Многоэтапное производство. Мы инициируем фибробласт к производству коллагена первого типа. Причем создаем необходимое первое условие для реализации этого процесса. Мы закисляем дермус. Создаем кислый pH. Только в условии кислый pH фибробласт производит коллаген первого типа. Если pH физиологический 7,3-7,4, то тогда наш локомотив неоколлагенеза повернет на путь третьего типа. Будет третий коллаген. Вот нормалайз скин, он как раз имеет значение физиологическое 7,4. Поэтому он создает условия и стимулирует производство коллагена третьего типа. Скин-реструктур не биоревитализант. Биоревитализация – это производство коллагена третьего типа и гиалуроновой кислоты. Скин-реструктур индуцирует производство коллагена первого типа. Это явление, это событие мы называем биореструктуризацией. Это биореструктурант. Реструктурант. То есть восстанавливает структуру, структуру тканей, дермы. Итак, фибробласт мы простимулировали. Рецептор CD39 активировали. Кислый pH создали. Закислили дерму. Производится коллаген первого типа. Кожный лоскут сжимается. И мы видим лифтинг-эффект. То есть назначение препарата скин-реструктур – это устранение избыточного кожного лоскута на лице и на теле. Есть специфические препараты для лица и для тела адаптированные. И реализация лифтинг-эффекта. Эффективность этого препарата, коллеги, невероятная. Просто невероятная. Я вам уже неоднократно это рассказывал, что все мои пациенты в 100% случаев, коллеги, в 100% случаев, в общем-то, отказались от блефоропластики и отодвинули на потом на неопределенное время циркулярную подтяжку. Поэтому, пожалуйста, внимательно слушайте, ознакомьтесь с этим препаратом и попробуйте его на практике. Итак, рецептор CD39 на фибробласте. Коллаген первого типа. Сжатие, устранение избыточного кожного лоскута, пролобирующих дефектов на лице и на теле. Что же является легандом рецептора CD39? Медиаторы воспаления. Медиаторы воспаления. Многие препараты, устраняющие синдром избыточного кожного лоскута, работают, действуют через воспаление. Через воспаление. Создают воспаление в коже. Понятно, что неинфекционное. Например, всем известные полидезокси-рибонуклеотиды, ПДРН. ДНК рыбы, инъецированное в живого человека интродермально, даже в женщину. К чему это приводит? Это приводит к чужеродной ДНК. Это приводит к локальному иммунному воспалению. Хроническое локальное иммунное воспаление. В том месте, куда вы ввели этот препарат. Активируется рецептор CD40. CD-кваранта. CD40 рецептор активируется. И хибробласт производит коллаген первого типа. Вот так через иммунное воспаление препарат инициирует неокалогенез. И достигаем мы вот этих клинических результатов. Иногда очень значимых. Но поскольку препарат работает через воспаление, параллельно запускаются какие процессы? Инфломейджинг, воспалительное старение. То есть структурно ткань мы с вами состариваем. Мы получаем только эстетическое улучшение. Только эстетическое улучшение. Полидиоксаноновые нити. Принцип работы точно такой же. Вводят эти нити. Возникает такое астетическое воспаление. Вокруг этой нити происходит ее резорбция. И замещение этой грубой волокнистой соединительной тканью. Коллагеном первого типа рубцовым. То есть такое рубцевание. И тоже мы видим сжатие кожного лоскута. Лифтинг эффект. Да, все хорошо. Но опять же эти пути, достижения, они нас с вами не очень устраивают. Ну, по крайней мере, меня. Потому что через воспаление это опять все реализуется. Ткань мы состарим. И, в общем, результаты только эстетические. Эстетические, структурных, позитивных улучшений, изменений не произойдет. Только улучшение эстетики. Да, ну и так далее. Помните, да, мне задавали вопросы про гидроксиапатит. Ему место, препарат на основе гидроксиапатита, место где? На супрапериостальной области. А интродермальный гидроксиапатит, ну, извините меня, тоже. Да, это, в общем-то, далеко от физиологии. В норме дерми у нас нет этого компонента, нет этого субстрата. Ну, вот. То есть, если мы будем действовать через воспаление, через альтерацию, повреждения, допустим, таких же результатов мы можем достичь и сорбционно-аппликационными методиками, такими-то пилингами, там, ТСА, Джейснером, это тоже, да, повреждения, альтерация, химический ожог, воспаление, отек или дыма, регенерация, производство коллагена первого типа, да, уменьшение кожного лоскута, лифтинг, да. Но, опять же, если мы действуем через эту альтерацию, альтерирующими методиками, которые всегда сопровождаются воспалением, через инфломейджинг мы тоже состариваем ткань, достигаем только внешних видимых результатов, ну, это самообман, да, это обман. Никакого омоложения, на самом деле, конечно же, не происходит. Прямо противоположное явление состаривания, проэйдж, это все методики проэйдж, да, прогрессию старения. В общем, то, чего мы должны с вами избегать, мы с вами инициируем и катализируем все эти процессы негативные и события. Каким же образом мы с вами поступаем, каким образом действует наш препарат, да. Помните, что все продукты Натинуэль – это биоцептика. Натинуэль – это биоцептика. То есть наших клинических результатов мы достигаем через, ну, благодаря эффекту биомимикрии, благодаря имитации. И вот препарат с кинреструктур тоже биомимитический. И что же он у нас с вами имитирует? Он имитирует воспаление через раздражение. Когда мы с вами вводим внутрикожно этот кислый гиперосмолярный раствор, да, происходит раздражение ткани. Как проявляется клиническое раздражение? Отек, эритема, рожжение, какие-то неприятные ощущения субъективные. Да, это похоже на воспаление. Конечно, это клинически похоже на воспаление. У нас многие косметологи путают раздражение с воспалением. И, в общем, что фибробласты тем более путают. Они у нас немножечко попроще, они немножечко поглупее, чем наши косметологи. Они тем более путают, что раздражение, что воспаление. Для них это все одинаково. Поэтому реакция у фибробласта будет такая же, как и на воспалении. Также у нас будет активизированный рецептор CD39. Фибробласты произведут, коллаген первого типа. То есть мы получим выход и результат такой же, да, производства коллагена первого типа. Ретракция волокн, сжатие кожного лоскута, лифтинг эффект. Но воспаления при этом не будет. Мы не получим вот этих нежелательных побочных эффектов. Инфломейджинг. Мы не вызовем прогрессию старения. Мы не ускорим эти процессы и события. Мы обманем фибробласт. Вот это и называется, коллеги, эффект биомимикрии. Имитация. Мы сымитировали. Мы обманем фибробласт и сымитируем воспаление через раздражение. Раздражение. Вот такой вот у нас биохимический путь метаболический. Первое условие в производстве коллагена мы с вами первого типа обеспечили. Мы создали кислый pH. С одной стороны, мы вызвали раздражение ткани. С другой стороны, это важное условие. pH должен быть кислым. 5,8 поддерживаемый ацетатным буфером. Еще раз напоминаю, но для того, чтобы фибробласт произвел тропоколлаген, чтобы первое событие в жизни коллагена произошло, помните, в жизни коллагена 3, в общем-то, этапа производства тропоколлагена из аминокислот. Второе событие – это созревание коллагена. И третье событие – это деструкция, синтез, сборка, разрушение. Первый процесс мы инициировали. Мы задействовали, активировали рецептор. Легандами CD39 мы активировали. Теперь мы должны… Кислый pH мы создали. Еще что мы должны? Мы должны с вами обеспечить фибробласты основными, в общем-то, структурными нутриентами. Из чего фибробласт будет производить коллаген, вот этот тропоколлаген, фрагменты коллагена из аминокислот. Конечно, в норме фибробласт должен получать эти субстраты, эти структурные составляющие аминокислоты из кровеносного русла. То есть у пациента должен быть положительный азотистый баланс. Белок общий должен быть явно больше 60. Но не всегда это возможно. Многие пациенты не заедают белка. Поэтому рассчитывать на то, что у пациента все в пределах нормы физиологии не приходится, мы должны обеспечить первое событие, первый этап жизни коллагена нутриентами, чтобы все-таки фибробласт произвел то, что от него требуется, то, что нам нужно. Нам нужен тропоколлаген из аминокислот. Поэтому в составе препарата комплекс аминокислот, в том числе и наша любимая ВЦАшечка. ВЦАА – аминокислоты с разветвленной боковой цепочкой, лейцин и золейцин, валин. С одной стороны, они являются структурными, они входят в структуру коллагена и эластина. С другой стороны, у них есть собственная эссенциальная биологическая активность. Они являются антикатаболическими. Помните, что недостаточно просто увеличивать анаболизм, нужно еще и уменьшать катаболизм. Противодействовать, отрицательно регулировать третье событие в жизни коллагена. Деструкцию. Мы должны препятствовать деструкции. И вот, да, с одной стороны, комплекс аминокислот выполняет трофическую субстративную функцию и субстрат для синтеза тропоколлагена. С другой стороны, вот эти особые эссенциальные аминокислоты из категории, из группы ВЦАА, ВЦАшечка, разветвленная боковая цепочка, еще дополнительно выступают в качестве антикатаболика. Сохраняют наш коллагенчик от деструкции, от распада, от коллагеназы. Так, первое событие у нас с вами произошло. Но, опять-таки, посмотрите, в чем загвоздка, в чем секрет. В составе нашего препарата мы с вами видим также что? В составе мы видим ДМАИ, диметиламиноэтанол. И недаром аминокислоты у нас изображены рядом с ДМАИ. Что же такое ДМАИ? Мы с вами знаем, что такое ДМАИ. Это диметиламиноэтанол, это аминный спирт. Это вещество для нашего организма является конгениальным, то есть физиологическим. Диметиламиноэтанол обладает массой полезных биологических свойств. Во-первых, ДМАИ мы с вами рассматриваем как прекурсор ацетилхолина, который является биологически очень активным веществом. Первое, что мы ждем от ДМАИ, то, что он превратится через ряд биохимических процессов, превратится в ацетилхолин. Ацетилхолин в дерме – это что? Это констрикция фибробласта. Миофибробласта сжимаются под воздействием ацетилхолина, и мы получаем сразу же, реализуем сразу лифтинг-эффект, эффект наполнения дермы, мы сразу видим эффект золушки, эффект наливного яблочка. И пациенты сразу нас радуются и видят, сразу же происходит такое эстетическое улучшение. ДМАИ через ацетилхолин вызывает сжатие фибробластов, миофибробластов, и мы сразу видим их и лифтинг, и наполнение, и вот такие быстрые выраженные эстетические эффекты. Во-вторых, ДМАИ является антилипофусциновым агентом. ДМАИ способствует выведению липофусцина из клетки, а поскольку липофусцин – это маркер старения, и уменьшение этого вещества в клетке мы называем как? Омоложением, клеточное омоложение. Если мы выводим липофусцин из клетки, и этого вещества, этого субстрата, этого маркера старения в клетке становится меньше, мы клетку омолаживаем. Вот, мы можем присвоить нашему препарату антиэйдж-эффект. И это омолаживающий препарат. И процедура, в которой мы будем применять наш препарат, реструктур, скин, лифт, можно назвать омолаживающей процедурой. То есть, любое заявление, любое утверждение мы должны с вами как-то обосновать. Ну, не как-то, а, в общем, научными, достоверными фактами оперируем. И всем известна способность диметиламиноэтанола удалять липофусцин из клеток, в том числе из клеток мозга, омолаживать ткань мозговую, омолаживать наш мозг. В общем-то, ДМАй омолаживает все клетки, в том числе и клетки кожи, эпидермиса, эдермы. Невероятно полезное такое вещество. Благодаря этому свойству антилипофусциновым выводит липофусцин, клетки омолаживаются, улучшается цвет, общий тон лица. Недаром липофусцин называют пигментом старения. Он придает такой неприятный и желтоватый, иктеричный цвет, тон кожи. Осветление, такое вот улучшение внешнего вида, улучшение цвета, тона кожи. Вот такой у нас ДМАя, замечательный и любимый. Мы все его с вами знаем и любим. Кстати, концентрация ДМАи 0,5%. Помните, что ДМАя нельзя использовать свыше 1% в инвазивных препаратах, поскольку свыше 1% ДМАи вызывает раздражение, действует цитотоксически на фибробласты. И вместо стимуляции, вместо увеличения анаболизма мы получим увеличение катаболизма. Свыше 1% нельзя использовать ДМАи. Даже наш любимый крем Ультратон, и то содержит 1% ДМАя. Поэтому его можно использовать безопасно для ежедневных аппликаций утром и вечером. На только пользу. Не всегда чем больше, тем лучше. Ибо все яд и все лекарства между ними таки доза. Нам-то кажется, чем больше всегда, тем лучше. Нет, избыточный фактор, избыточная стимуляция, воздействие оказывает уже такое вот тлетворное, повреждающее действие. Не больше 1%, это запомните. Итак, недаром у нас ДМАи объединено с аминокислотами. Дело в том, что ДМАи с аминокислотами не только стимулирует производство коллагена, но еще и, посмотрите, комбинация ДМАи с аминокислотами увеличивает два очень важных фактора в клетках, в межклеточном пространстве. Это белок пириостин и дермапонтин. Увеличение эти вещества, эти белки являются регуляторными, и они контролируют синтез коллагена. Дело в том, что если коллагеновые волокна становятся очень толстыми, коллагена первого типа становится очень много, он провоцирует этот избыточный коллаген, рубцовая ткань, провоцирует фиброкласты и макрофаги к лизису, к фагоцитозу. То есть так уж организм у нас устроен, что если что-то в избытке у нас формируется, производится, оно подвергается деструкции, поддерживается гомеостаз. Поэтому очень важны вот эти процессы анаболизма, катаболизма, синтеза и распадок. Избыток должен быть удален, разрушен и элиминирован из организма. Так вот, если коллагеновые волокна формируются в избытке, слишком толстые, а мы же его сами любим, но стимулировать так стимулировать, ниточек натыкать полную морду лица, нашпиговать, нафаршивать пациента полидиоксаноном. А, 30-60 ниточек, да замечательно. Так вот, избыточное производство коллагена первого типа провоцирует, в общем-то, деструкцию, начинается разрушение, мигрирует к этому слишком толстому волокну коллагена первого типа, мигрирует к макрофаге, фиброкласты, и начинается деструкция. Они производят литические ферменты, коллагеназу, гиалуронидазу, плазмин. Начинается разрушение этих волокон, потому что они, извините меня, слишком толстые, да, слишком много избыток, провоцируют вот эти вот деструктивные процессы. Ну, это как бы нормально, просто не нужно в избытке ничего нашему организму, не нужно стараться слишком сильно, иначе это плохо, да, это негативный фактор, негативные явления и последствия. Если волокна слишком тонкие, коллагеновые, то они тоже нестойкие, да, они быстро подвергаются обратному регрессу, они разрушаются, они рвутся, поэтому результаты не очень выражены. Нам нужны волокна не слишком тонкие и не слишком толстые, они нам нужны нормальные. Так вот, активация вот этого регуляторного белка дермопонтина приводит к тому, что диаметр получается у нас средний, да, где-то 80 нанометров, то есть у нас получаются нормальные волокна коллагена первого типа, структура их нормальная, и в результате мы будем иметь не только выраженные клинические эстетические результаты, выраженный лифтинг, но и эти результаты будут стабильные. Только не забывайте, что волокна коллагена первого типа формируются долгом, да, и поэтому окончательные результаты после курса процедур с препаратом скин-реструктур мы будем наблюдать только через месяц. Провели курс процедур с препаратом скин-реструктур, и только через месяц мы оцениваем окончательную динамику. Окончательные результаты, промежуточные результаты, конечно, достаточно быстро формируются, уже через несколько часов, дма и аминокислоты, конечно, мы будем видеть очень значительные и быстрые результаты, но они промежуточные. Окончательные изменения структурные формируются через месяц после последней, четвертой процедуры препарата скин-реструктур. Объясните пациенту, почему так происходит, потому что волокна более толстые, им нужно время для созревания, для формирования. Это нормально, и это все в рамках физиологии. Также что мы видим там в составе нашего препарата? Декапептид-3, это анаболический пептид. Декапептид-3. Декапептид-3, это пептид анаболический, и он у нас с вами, да, анаболизм стимулирует, стимулирует производство. Производство чего у нас стимулирует? Неосинтез коллагена первого типа, посмотрите. Дополнительный такой фактор. Не только через раздражение мы инициируем неокалогенез первого типа, но также при помощи вот этих специфических биомиметических пептидов. Коллаген первого типа, эластин производства, эластиновых волокон фибронектина и ламинина. Фибронектин и ламинин – это основной белок, это основные белки дермоэпидермального сочленения. Вот почему мы с вами видим очень хорошие результаты на верхнем веке от применения препарата скин-реструктур, реструктур скин-лифт. Да, потому что в зоне верхнего века очень сильно, да, состояние этого кожного лоскута в этой зоне очень сильно зависит как раз-таки от количества и качества этого субстрата. Фибронектина и ламинина. Он формирует дермоэпидермикуюнктуру, дермоэпидермальное сочленение. Когда снижается синтез этого субстрата, фибронектина и ламинина, дермоэпидермальное сочленение растягивается и формируется пролапс, формируется избыточный кожный лоскут. Эпидермис как бы стекает относительно дерма И формируется этот пролобирующий дефект, избыточный кожный лоск. Века провисает, и, естественно, это доставляет нашим пациентам такое эстетическое недовольтворение, такую проблему. Да, это прибавляет возраст, и человек сразу выглядит старше. И вот почему я вижу очень выраженные и улучшения, значительные, позволяющие им, в общем-то, отказаться от верхней блефоропластики моим пациентам в этой области. Вот потому что, грубо говоря, помимо всего прочего, всех стимулирующих факторов анаболических и антикатаболических, которые мы с вами уже обсудили, вот этот ДК-53 анаболический, он как раз стимулирует синтез фибернатина ламинина. То есть он специфически решает проблему избыточного кожного лоскута в области верхнего века. Именно там первое страдает это дермоэпидербальное сочленение. Можно назвать этот пептид с жидковыми гвоздями. Он как бы приклеивает эпидермис к дермоэпидерм. Поэтому такое быстрое улучшение возникает. И значительное улучшение в этой области, потому что есть специфические компоненты. ДК-пепти-3, коллаген-1, эластин, фибронектин и ламинин стимулируют производство этого субстрата. Более того, помните, мы обеспечили аминокислотами. Мы обеспечили нутритивное сопровождение этого анаболического процесса. Это синтеза этих вот очень важных для листинга структурных компонентов дермы. Вот такой замечательный анаболический ДК-пепти-3. Вот. Не только через раздражение. Верхняя века. Верхняя века страдает от избыточного кожного лоскута. Нижняя века страдает от атонии. Атонии круговой мышцы, от атрофии. Это все-таки скин нормалайз, о котором мы вчера с вами говорили. А нижняя века страдает от тоже, да, от атрофии и дермы. Это скин нормалайз. Все-таки для нижнего века профильным является нормалайз скин. Он более специфически решает проблемы нижнего века. А вот верхняя века специфически решает, да, проблемы верхнего века специфически решает реструктур скин ли. Реструктур. Аллочка, подождите вы до техники, еще до методик. Успеем я вам все рассказать. Технику применяйте, какую хотите. Главное, что вы должны понимать, что таргетом для препарата является дермальный фибробласт. Вы должны осуществить адресную доставку этого препарата в зону, где и располагается этот таргет. Адресная доставка, к адресату доставьте сообщение. Вот, собственно, и все. Конечно, мы все обсудим с вами чуть попозже. Подождите. Мы еще не все составляющие, не все компоненты разобрали. Эноцитилцистеин в составе. Продолжаем разбирать составляющие, структуру нашего препарата. Эноцитилцистеин – это аминокислота, которая является прекурсором глютатиона. А глютатион – это что? Это главный скавенджер свободных радикалов из клеток нашего организма. Помните? Да, это главный скавенджер, главный удалитель свободных радикалов из клеток нашего организма. А свободные радикалы – это что? Это медиаторы воспаления. Это медиаторы старения. Эноцитилцистеин используется в качестве прекурсора глютатиона. Все-таки реализовав антикатаболический эффект, уменьшает процессы катаболизма. Антикатаболический эффект такой реализуется. Также мы видим с вами глютатион собственной персоны. Собственно, глютатион мы видим, антикатаболик противовоспалительный эффект. И посмотрите, гиалуроновая кислота. Молекулярный вес гиалуроновой кислоты 800 кдт. Она является среднемолекулярной, то есть биологическим биостимулирующим эффектом она уже с вами не обладает таким биостимулирующим действием. Какая же функция гиалуроновой кислоты в таком весе конкретно в нашем препарате реструктурский инглип? Бустерный эффект. Наш препарат можно назвать таким усиленным, как вакцины, которые усилены бустерами. Как называются? Гидроксид алюминия добавляют вакцины и называются, как вакцины с гидрокисью алюминия, адювантными. Адювант. Вот наш препарат можно назвать адювантом. Можно назвать адювантом. Адювантным. Да, усиленный. Вот эта гиалуроновая кислота в молекулярном весе 800 кдт создает такое депо в том месте, куда мы вводим. Формируется депо и пролонгировано, медленно все компоненты высвобождаются. Пролонг. Эффект пролонг. Усиленный пролонгированный эффект благодаря бустерным свойствам гиалуроновой кислоты в молекулярном весе 800 кдт. И, следовательно, наш препарат Реструктур Скинлифт можно назвать адювантным. Адювантные препараты, содержащие вот эти бустеры, они где-то в 400 раз более эффективны, чем аналогичные препараты без бустеров. И такие препараты не являются адювантными. То есть они не усилены. Вот таким образом адювантный препарат к бустер гиалуроновой кислотой. Так, девчули, вы подождите, вы со своими вопросами, подождите, вопросы, которые касаются, дойдем мы до этого момента и все обсудим. Я же вам сказал по-русски, да, что неизбыточный кожный лоскут на нижнем веке сформирован атоничной мышцей в первую очередь. И все-таки профильным препаратом для нижнего века является нормалайским. Там кожа, кот наплакал, да, на нижнем веке. Там мышца круговая правит балом. И поэтому нам маска нормалайс будет решать эту проблему с нижним веком. Скин нормалайс, поскольку там глицерофосфохолин, тонизирующий мышцу. Тут мышечный лифтинг нужен для нижнего века, для устранения избыточного, да, я уже не знаю, как вам повторять, еще на каком языке вам рассказывать это, девочки, уважаемые коллеги. Профильными препаратами для нижнего века, даже для устранения избыточного кожного лоскута являются препараты, содержащие глицерофосфохолин. Глицерофосфохолин, но нет тут столько кожи на нижнем веке, это мышца. И поэтому, если мы будем с вами тонизировать мышцу, ее сокращать, то мы и кожную лоскут тоже сократим вместе с тонизированной мышцей. Мышца является таргетом для устранения избыточного кожного лоскута на нижнем веке, поскольку этот дефект сформирован не столько растянутой эластозной дермой и эпидермисом, сколько мышцей круговой. Вот мышцу потянете, и потянется кожный лоскут вместе с мышцей. Поэтому специфическим патогноманичным препаратом будет SkinNormalize для устранения всех проблем в области нижнего века. Согласны со мной, уважаемые Виктория, Алла и еще Виктория, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, мы все с вами обсудим. Еще раз задавайте вопрос. Таргет, на что мы действуем? Какая уж там кожа, какой уж там лоскут на нижнем веке? Там мышца круговая, вот она дряблеет, она дряхлеет вместе с нами. Ну что же там мышца-то, она же тоненькая, да? И вот с возрастом наш организм претерпевает такую проблему, которая называется саркопения, снижение мышечной массы. Первый, кто страдает, особенно у нас, у астенических пациентов. И так мышцкот наплакал, да? И еще тут возраст ассоциированная саркопения. И первый, кто реагирует. Самая тонкая мышца, самая маленькая мышца, круговая. Конечно, мышца тонируется, и все начинает пролобировать. И кожный лоскут, и ретробульбарная клетчатка, передняя порция ретробульбарного жира. Вот, это все пролобирует. И понятно, чтобы устранить эту проблему, нужно действовать на этиопатогенез. Нужно действовать на ту ткань, которая привела к формированию этого дефекта. И что касается нижнего века, это круговая мышца. А на круговую мышцу у нас действует, что глицерофосфохолин, старший Бродмая. А глицерофосфохолин содержится у нас в препаратах Нормалайскин и Маскал. Нормалайскин, помните, я всегда говорил, что Маскал Нормалайскин великолепна. Великолепна либо над мышцей круговой, либо под мышцей. Вот именно в проекции нижнего века. И сразу и лифтинг, и уменьшение пролобирующих дефектов. Да, вот эти вот грыжи орбитальной клетчатки. Они все уменьшаются, улучшаются состояние этой области. Вот так. Так, коллеги, понятно? Для реструктуры все-таки таргет основной – это дерма. Это сжатие дермы. Я даже рассказал, что дермоэпидермальная юнктура является таргетом. И что именно область верхнего века страдает от ослабления, от расчехления дермоэпидермального сочленения. И что патагномоничным является декапепти-3 в составе препарата скин-реструктур. Поэтому все-таки верхнее веко. Ну, в общем-то, весь мой лексикон на этом исчерпан. Больше уже не знаю, как вам это все объяснить. Зачем фиброзировать нижний век? Нельзя фиброзировать на нижнем веке, особенно на подвижном. Применяют фиброзирующие препараты. Вы что, эктропию хотите там сформировать, девчули? Но я понимаю, что нужно сокращать ее. Ткань избыточную. Но в данном случае это не кожный лоскут. Это мышечное волокно. Мышечная ткань. Ее нужно не сокращать, ее нужно тонизировать, гипертрофировать. И для этого есть специфические препараты. Итак, вот такой у нас замечательный многокомпонентный препарат-реструктур скин-реструктур. Чем же отличается препарат объемом 10 мл, который можно применять во флаконе и на лицо, и на тело? От флакона объемом 20 мл. Качественный состав абсолютно одинаковый. Многие косметологи, многие наши специалисты читают составы, прежде чем что-то там применить на себе или на своем пациенте. Они сравнивают и говорят, мы не видим разницы между объемом 20 мл и объемом 10 мл. Качественный состав абсолютно одинаковый. Отличаются они в количественном отношении. Эти два препарата, фейс и боди, отличаются они. Поэтому он более, боди более, конечно, концентрированный, следовательно, он более дорогой. Поэтому на лице нельзя его применять. На теле потрясающие результаты. Даже очень тяжелый кожный, избыточный лоскут на теле, передняя брюшная стенка, внутренняя поверхность плеча. Хорошо поддается реструктур боди. Коррекции очень хорошо поддается. Очень хорошо. Главное правильно его применить. И по показаниям. Лицо, которое объемом 10 мл, можно работать на теле. Но препаратом для тела с пометочкой боди нельзя работать на лице. Понятненько? Потому что слишком сильное раздражение нам тоже на лице ни к чему. Ну, не надо, не надо, в общем-то, нарушать вот эти рекомендации. Более того, более того, скажу это сейчас вам потише, чтобы никто не слышал. Я, наоборот, стараюсь на теле работать препаратом для лица. Вот такой вот я хитрый. Но это наш с вами секрет, никому не говорите. Почему? Потому что он дешевле и очень хорошо работает. То же самое на теле, только никому, никому не говорите. Это, ну да, лайфхак. Правильно, что я сказал? Какое-то слово непонятное. Лайфхак от доктора Семенова. Итак, что касается структуры нашего препарата, свойств, биохимии, биомеханики. В общем-то, что является таргет, выходцы. Понятно, даже, в общем, по каким показаниям мы применяем наш препарат. Устранение избыточного кожного лоскута. А если дряблые, дряхлые мышцы, для этого есть специфический препарат. Маскал нормалайз, который не только возвращает мышцам исходный такой тонус, но и гипертрофирует, способствует восстановлению объема мышц. Вот таким образом. Но, Юлиана, ну подождите. Мы еще до техники с вами не добрались. Есть ли вопросов? Я так понимаю, нет. Да, касаемо структуры и свойства препарата. Но я так понимаю, что вы готовы уже перейти к методикам. Да, инструменты и методы всех интересуют. Конечно, очень важный аспект. Практический аспект нашей деятельности. Итак, реструктурский лифт, препарат фиброзирующий, стимулирующий производство коллагена первого типа в обход воспаления. И давайте мы с вами вспомним правила трех дней. Коллеги, когда мы с вами применяем методики фиброзирующей дерму, мы должны придерживаться правила трех «не». Три «не». Все-таки коллаген. Не забывайте, что коллаген первого типа маркер стариня. Но мы избавились от проблем, связанных с инфломейджиком. Потому что мы не через воспаление стимулируем в обход. Через биомимикарию мы с вами работаем, стимулируем. А первое «не». Не всем, не везде. То есть только по показаниям. При фиброзирующей методике препараты только по показаниям. Единственное показание – избыточный кожный лоскут, пролобирующий дефект. Только одно показание. Только по одному. Если нормалайз скин – это бириоитализант, еще с антивыраженным антикатаболическим свойством. Поэтому нормалайз скин – это всем от всего. В любом возрасте, без каких-либо гендерных возрастных ограничений. То скин, реструктур, извините меня, нужны показания. Избыточный кожный лоскут на лице или на теле. Вот только по показаниям. Не всем. Второе «не» в нашем правиле. Не повсеместно, не по всем зонам. Мы должны колоть, как скин нормалайз. Мы должны воздействовать только локально, только в пределах этого избыточного лоскута, этого пролобирующего дефекта. То есть воздействие локализуем только в пределах пролобирующего дефекта. Не вот так будем сплошь колоть, только в проекциях. И третье «не», коллеги, не сразу. Помните, Грида в России, когда презентовал нам эти препараты, он призывал, говорит, уважаемые российские косметологи, говорит, пожалуйста, хотя бы первые три процедуры, но проколите, вы проведите биоревитализацию. Нормалайз с кем? Хотя бы проколите, с интервалом раз в неделю, говорит, хотя бы первые три. А если проведете четыре процедуры, вы проведете полноценную биоревитализацию. Нам не сразу, сразу. О, давайте реструктуру колоть, давайте устранять кожный лоскут. Нет, сначала нужно провести биоревитализацию, структурно омолодить дерму, сгенерировать этот коллаген третьего типа. Ну, хоть чуть-чуть, хоть немножечко получите коллаген третьего типа. Только потом, уже второй фазой, вторым этапом, вторым модулем приступите к биореструктуризации. То есть сначала коллаген третьего типа, нормалайз скин применяем. Потом, возможно, кстати, реструктуру скинлифта и не придется применять, потому что вы получите ожидаемые клинические результаты. И потом уже применяете, если действительно есть клиническая необходимость, применяете реструктуру скинлифта. Не всем, только по показаниям. Не везде, только в проекции, только в пределах избыточного кожного лоскута. И третье, не сразу. И если мы в этих рамках методики находимся, в общем-то придерживаемся этого правила трех не, мы достигаем максимальных клинических результатов и с минимальными негативными явлениями. помните принцип, основной принцип в медицине. Не навреди. Не навредили, уже хорошо сделали. Уже вы большие молодцы. Возьмите с полки пирожок и сожрите его. Итак, если вопросов нет, давайте поговорим о инструментах и методах. Каким же образом? Давайте начнем с лица. Каким же образом мы можем с вами применять? Какими инструментами, какими методиками можем применять препарат? Реструктур скинлифт. Итак, микропапульным мы можем его вводить интрадермально микропапула, поверхностными микропапулами. Еще раз напоминаю, что таргетом для препарата является дермальный фибробласт. Где основной пул фибробластов? Где основные кластеры фибробластов в дерме? На границе папиллярной ретикулярной дермы. Вот видите, как тут все правильно обозначено. Граница папиллярной ретикулярной дермы. Вот красные точечки я рисую. Именно там основной пул фибробластов и локализуется. Поэтому препарат вводится поверхностными микропапулами. Любимая моя иголочка, конечно же, 34G на 4. 34G на 4 поверхностными микропапулками. 2 миллиметра диаметром на расстоянии 5-6 миллиметров. И вот интересующая всех верхняя века. Препарат, конечно же, жжется при введении. Большинство моих пациентов переносят процедуру достаточно хорошо. Поэтому большинству своих пациентов я не применяю никаких анестезирующих методик, которые призваны уменьшить болезненные ощущения, потому что все они совместимы с жизнью и умеренные по интенсивности. Однако, если ваш пациент имеет повышенный порог болевой чувствительности, вы можете применить несколько методик, техник, позволяющих уменьшить болезненные ощущения. Это хорошая аппликационная анестезия, хорошим анестетиком с адекватной экспозицией. А также можно применить холодовую анестезию к реагентам, хладагентам, охлаждать зону и потом проводить инъекцию. И, в общем-то, если вы используете иголочку 34G на 4, в принципе, эта процедура достаточно безболезненная. Но жжется при введении, конечно, препарат должен. Он гиперосмолярный, он кислый. Поэтому отек и ритема вместе инъекции и болезненные жгучие ощущения, конечно же, они являются ожидаемыми более чем. Вот поэтому можете применить какой-либо метод анестезии. Холодовую анестезию к реагентам или аппликационную анестетикам или скомбинировать их между собой. Но лично в моей практике никаких таких особых проблем не возникает по лицу, по телу, тем более. Никогда не добавлял никаких анестетиков в препарат, ампотиполидокаина, ультрокаина или еще чего-то. Нет такой необходимости. Нет такой необходимости. Итак, верхнее веко. Можете применить аппликационную анестезию. После того, как вы анестетик удалили, провели антисептическую обработку этой зоны, веко необходимо натянуть, зафиксировать. Препарат вводится только в пределах костного века. На подвижное веко препарат вводить нельзя. Итак, я расскажу, как я делаю мою технику. Итак, зафиксировали кожу верхнего века, натянули. И поверхностными микропапулками, иголочкой 34G на 4, срезом вверх, делаем такие маленькие-маленькие папулки, беленькие, очень близко друг к другу. И вот высаживаю рядочками. Первый рядочек под бровью, и потом делаю рядочки ниже, ниже. И, короче, вот всю эту область костного века я покрываю рядом микропапул. Получается где-то 3-4 ряда микропапул. Помните, да, внутрикожно нужно ввести. Очень большая ошибка вводить препарат глубоко, особенно в области верхнего века. Рассказываю вам каждый раз такой пример практически. Доктор у нас в Москве, кандидат наук, очень известный доктор. Работает с очень такой публикой медийной. И консультируется со мной. Приводит пациентку, показывает. У девочки все очень хорошо. Девочке где-то около 50 лет. Очень хороший, очень хороший контур. Все хорошо. Доктор с ней работает. Идеальное лицо выглядит гораздо моложе своих лет. Но вот эта верхняя века правейшая ее очень беспокоит. Причем эта девочка-пациентка очень адекватная. Не надо ультракаин, Виктория. Не надо ничего туда добавлять. Уже успокойтесь. Если она не терпит, примените хладагент. Охладите зону. Только не перестарайтесь, как всегда. Мои пациенты совершенно безо всякой анестезии. Если такая гипервозбудимая нервная система вашего пациента, какие-то препараты примените, в общем-то, успокаивающего профиля. Какие-нибудь нейролептики, нейролептаналгезию. Проблема не в препарате. Вы должны понимать, что проблема в вашем пациенте. И комбинируйте тогда эти методики. Так вот. А девочка адекватная, она говорит. Я понимаю, что радикально эту ситуацию изменит только хирургическое сечение кожного лоскута. Я это прекрасно понимаю. Я говорю, ну да, я с вами согласен, что это радикально. Отрезал и нету его. Но сейчас у нас есть методы, позволяющие получить такие результаты. Уменьшение избыточного кожного лоскута без хирургических методик. Они вполне себе альтернативны. Мало инвазивны. Или совсем не инвазивны. Сейчас еще про дермапен с вами поговорим. Так вот. Говорит, давайте, доктор, прокалите, проведите курс биореструктуризации препаратом на реструктурский лифт. Так вот, говорю, микропабульно прокалите. Все хорошо. Да, да. Хорошо. Говорит, я согласен. Давайте попробуем альтернативные методы. Через какое-то время мы также встречаемся с этим доктором, с этой пациенткой. И доктор очень сильно нервничает. Он говорит, мы уже сегодня, по-моему, делаем четвертую или третью процедуру, а динамики мы не видим. Нет динамики. Коллеги, этого не может быть. Я никогда не поверю, если вы мне будете такие сказки рассказывать, что вы применяете все правильно, а динамики нет никакой. Это не возможно, никогда не поверю, мои хорошие. И говорю, этого не может быть. Говорю, давайте посмотрим, как вы делаете. Говорю, давайте, доктор, я прокалю одно веко вашему пациенту, а вы прокалите второе веко. Да, хорошо. Я беру тоненькую иголочку и, как я вам рассказал, вожу эти беленькие поверхностные микропабулки. Беленькие, ну понимаете, что тут тонкая, да, ткань, тут очень мало всего. Мало эпидермиса, мало дырмы и всего там очень мало. Поэтому очень-очень поверхностная игла должна просто просвечиваться под кожей, под дырмой. Хорошо, я это все сделал, да, озоновое масло нанес, чтобы успокоить эритему. И берет этот доктор, эту иголочку и вводит ее под мышцу и надувает вот такие какие-то бугры. То есть оказывается, что понятие микропабулы разнится от региона к региону в России, от специалиста к специалисту. Да, но это же папула. Да нельзя материться, да, запрещено. Но нифига это не папула. Это вообще элемент неясной теологии. Вообще не понимаю, что это. Под кожу, в общем, супраперри, а остально, ну бывает такие вот, вводит этот препарат. Я не знаю, как это назвать. И говорит, что нет эффекта. Еще бы вел его, не знаю куда, в ягодичную область и ждал лифтинг эффекта в области верхнего века. Вот, коллеги, если динамики от препарата нет, не видите, подумайте о причинах отсутствия динамики. И поверьте мне, причина не в препарате, а нарушение методичности. Вот таким образом, мои хорошие. Ну, давайте, да, продолжим. Продолжим, потом как завершить, я вам все расскажу. Вот именно так я поступаю с верхним веком. Если есть необходимость приподнять хвостики бровей, не только сократить кожный лоскут и избыточный кожный лоскут, а не атоничную мышцу, приподнять хвостики бровей, я делаю 3-4 рядочка вот в латеральной части фронталис. Вожу уже достаточно, ну, чуть крупнее папулы, но также поверхностно, внутри кожного. Делаю 3-4 рядочка вот в этой области, в латеральной части фронталис. Констрикция, сжатие дермы в этой области приводит к чему? Приводит к лифтингу хвостика бровей. Если есть необходимость всю линию бровей приподнять, можно весь фронт спроколоть. Очень часто я так и делаю. Да, папульно весь фронт спроколываю, всю область лба, для того, чтобы сжать этот кожный лоскут и приподнять линию бровей. И, в общем-то, это тоже приведет к уменьшению этого эффекта нависания верхнего века. Да, если вы скомбинируете эту технику, да, и верхняя века костная, и фронталис, латералис, или весь, всю область лба проколите, то это будет намного эффективнее. Намного эффективнее. Далее. Скулы. Очень хорошо. То же самое. Три-четыре рядочка делаю папул в области скул. Если есть избыточный кожный лоскут в области нижнего века, если это скин-реструктур, конечно, это скин-реструктур. Сегодня наш главный герой вебинара «Реструктур скин-лип». Итак, прокалываем область скулы. И если вас, вашего пациента, беспокоит избыточный кожный лоскут, на области нижнего века можно применить скин-реструктур. Вот всего лишь навсего вам нужно было дождаться этого момента, чтобы услышать ответ на ваш вопрос. Можно, если он там действительно есть, помните, да, правило трех тне. Не путайте атоничную мышцу с эластозной тканью дырм. Это разные ткани, и, следовательно, разными препаратами не устраняются. Если они сочетаны, то и то, и другое нужно применить. Итак, чтобы сократить избыточный кожный лоскут, скин-реструктур можно применить в области нижнего века, но только в пределах малярной части. Только не применяйте реструктур на подвижный век. Только в области малярной части, вот здесь. Но не на подвижный век можно, если там действительно есть избыточный кожный лоскут, да, и только, да, реализуя вот это правило трех тне, только в области малярной костной части нижнего века. Можно, можно, конечно, но опять-таки, да, я вам напоминаю, что разные ткани, дисфункция разных тканей может приводить к формированию этого дефекта. Не только избыточный кожный лоскут, но и атоничные мышцы. Да, и вот Дина Мальцева подсказывает, а если еще маскал добавить, то вообще будет супер. Конечно, да. И в первую очередь маскал, потому что, как показывает практика, именно атония мышцы приводит к пролоббированию, к формированию вот этого пролоббирующего дефекта. Так. Да, скулы очень-очень-очень хорошо. Также замечательно поддается устранению, улучшению край нижней челюсти. Вот эта зона субментальной и вообще край нижней челюсти. Поэтому как мы применяем в этой области? Также папульную прокалываем, да, тоже делаю захватом нижней челюстной области. Вот эту зону. Вот начиная отсюда. Вот делаю ряд папул. Обязательно захватываем козелок и заушную область. Вот так вот и прокалываем рядок. Второй, третий, четвертый. Четыре рядочка папул поверхностных. Вот таким вот образом. Шея. Если шея, да, вот как у нашей пациентки, тоже здесь есть и избыточный кожный лоскут, эластозная ткань берма, то да, мы можем применить скинереструктуру на области шеи. Кстати, самый мой первый результат, еще много лет, как только этот препарат у нас появился в России, более того, его в России не было, я его привез из Италии. Стал применять у своих пациентов, у кого вот была плохая, именно проблемная зона шеи. Этим пациентам я уже колол и органические кремнии, и ПДРН, и уже и ниточками прошивал. Я применял эти техники тоже, методики, эти препараты, но без значимых улучшений. И вот самые первые улучшения я увидел как раз в области шеи при наличии вот этого синдрома, избыточного кожного лоскута, эластозная ткань. Даже с одной процедуры через месяц мои пациенты стали мне звонить и говорить, а давайте-ка мы с вами еще проведем такую процедурку. Да, мы можем применить препарат микропапульно, используя методику мезотерапии. Иголочкой 34G на 4 поверхностными микропапулками. И 2 мл более чем достаточно при этой вот методике. Дермопен-мезороллер. Конечно, да, уважаемые коллеги, конечно, да. И в области верхнего века костного тоже можно, и в области нижнего века малярной его части можно ввести препарат с кинреструктур дермопеном и мезороллером. Но теперь нам нужна кровяная роса, да. Таргетом для препарата является дермальный фибробласт, поэтому мы должны ввести и интродермально. Даже при помощи дермопена-мезороллера. Критерием интродермальной инвазии является кровяная роса. Да, поэтому вот в области верхнего века, конечно же, чуть глубину поменьше регулируете. 0,5 где-нибудь миллиметров. На лице, на лице, на лице скул, край нижней челюсти уже 1-1,5 миллиметра. 0,5, 1,5 миллиметра. Скин-реструктур дермопеном и мезороллером. Пожалуйста, пожалуйста. Люблю дермопен, люблю мезороллер. Даже в области верхнего века, конечно же, не 2,5 миллиметра, а чуть поменьше, 0,5 миллиметров. Вот. То есть препарат должен попасть в дерму, на границу сосочковой и ретикулярной дермы. Дермы популярной, ретикулярной дермы. Жжение, отек, ретема, конечно. Конечно. Болезненные ощущения, конечно. Они, ну это нормально, но они умеренные. Абсолютно вам говорю, абсолютно честно, что в большинстве случаев я не применяю никаких методик, уменьшающих болевые ощущения. Но, однако, чтобы уменьшить, я понимаю, что у разных пациентов разный порог болевой чувствительности, и вы можете применить различные методы анестезии. Вы можете применить анестетик, аппликационную анестезию, хороший анестетик, под пленочку, с хорошей экспозицией, минут 45-60. Вообще, Вида любит за два часа наносить анестетик до процедуры. Охлаждением, крио, анестезию, охладить зону перед инъекцией. В общем-то, я иногда применяю такую методику. Она достаточно эффективна. Добавлять анестетик в препарат, но, вы знаете, наверное, не нужно этого делать. Я, по крайней мере, я так не делаю, потому что таких вот гипермегачувствительных пациентов с какой-то там гиперчувствительной нервной системой у меня нет, потому что подобное притягивает подобное. А все мои пациенты адекватные, нормальные. Ну, как и я сам. А я нормальный человек. Мой психолог это сказал внутренний. Говорит, да ты нормальный, не переживай. Все в пределах нормы. Вот таким образом. На теле совершенно, ну, пощипывает. Очень умеренное ощущение. Очень пощипывает. Да, ну, очень умеренное. Папу, да, вы видите, проявления разрешаются где-то минут через 40 на лице. Отек, перитема, который формируется в ответ на инвазию препарата. А, Елена, какой нейролептик для психически неустойчивых пациентов. Ну, как психиатр-психиатру могу посоветовать аминозин, конечно, трифтозин и галлоперидол. И литий-карбонат, да, тоже. Дорожечку литий-карбоната. Ну, я, конечно же, шучу. Я, конечно, шучу. Но не сильно, да. Вы знаете, да, да, да. Бывают такие пациенты, конечно, с гиперлобильной психикой. Они прям такие уходят, говорят, я больше не буду колоть этот препарат после скино-реструктур. Да, такие прям ходят. Все, ой, так больно, я не хочу. Давай не будем это колоть. Ровно через месяц. Помните, что окончательный результат, окончательную динамику мы оцениваем через месяц после последней процедуры. И ровно через месяц пациенты приходят и говорят, что они требуют. Потом говорят, давай еще уколем этот препарат. Я буду терпеть. Я одену памперсы. Я привяжешь меня скотчем к кушетке. Почему? Потому что результаты того стоят, конечно. Но чуть-чуть пощипывает, конечно, препарат. Конечно же, будет пощипывать. Нормалайскин мы вчера разбирали с вами, да. А завтра, наверное, вы будете маскал разбирать с Еленой Владимировной Юр. Ну, не знаю, Елена, не знаю, у вас какие-то проблемные пациенты. Вот, мои пациенты не орут. Возьмите иголочку 34G и вводите поверхностными микропапулками. Примените анестезию на аппликационную, хорошую, с хорошей экспозицией. Или примените менее инвазивную методику Дермопен. Дермопен уж все выдерживают с мезороллером. Анестезию никто не отменял. Хорошую аппликационную анестезию. Или менее инвазивные методики. Дермопен, мезороллер? Конечно, конечно. А вот Светлана задает, Кузьмина, хороший вопрос. А как это все сочетать, совмещать с ботулинотерапией? Да, в общем-то, никак они не сочетаются. Таргетом для ботулинотерапии являются подкожные мимические мышцы. Для препарата скин-реструктур является дерма. Причем верхний слой дермы. Поэтому это разные таргеты. И понятно, что в одну процедуру не надо проводить. Если вы уже провели процедуру ботулинотерапии, и через 2 недели мы оцениваем конечную динамику, при условии хороших результатов, нет необходимости коррекции, ботулинотерапия, вы уже можете приступать к применению биореструктуризации, к нашему препарату скин-реструктур. В одну процедуру, конечно, не надо, но, в общем-то, хорошие результаты от ботулинотерапии. Пожалуйста, приступайте к биореструктуризации. Елена, не отказывайтесь от ваших проблемных пациентов. Применяйте технику другую. Дермапен, да, скин-пен, дермапен, мезороллер, мезороллер. Иритема держится до трех суток. В моей практике такого не было. И, возможно, это просто, понимаете, что это, опять-таки, не специфично, не характерно для препарата, это характерно для ваших пациентов. Для ваших пациентов. Выясняйте причину. Итак, теперь технические моменты. Как же мы процедуру начнем и закончим? Как всегда, кожу, лица и шеи нужно подготовить. Очищаем ее. Двухфазное очищение. Молочко плюс клинцер. Это может быть и клинцер физио, это может быть и клинцер 10-15%. Все зависит от состояния эпидермиса, от порога чувствительности вашего пациента. Применили молочко, применили клинцер профильный, исходя из статуса эпидермикус. На влажную кожу нанесли озоновое масло. Впитали небольшое количество озонового масла. И вот теперь, коллеги, внимание. Если вы нанесете какой-нибудь пилинг из категории кераторегулирующих, полисофт, если кожа чувствительная нейрогена, или миндально-фюроловый, или миндальный комплекс, примените этап, примените вот этот модуль кераторегулирующий, а затем нейтрализуете, смойте и проведете инъекцию, вот в таком случае и сама процедура инъекции будет какой? Значительно менее болезненный. Вот еще вам лайфхак от доктора Семенова, который я, собственно, от доктора Гвида и подчеркнул, подглядел. Да, если вы делаете пилинг перед инъекцией, то в таком случае процедура будет менее болезненной. Вот буквально недавно, когда в пятницу, да, с Еленой Владимировны Юр, вы как раз разбирали эту тему, каким образом, на каком этапе, в общем-то, включить в структуру пилинга инвазивный препарат с инвазивной методикой, или малоинвазивный, с микропапульной, да, и мезотерапевтический, или при помощи дермапена-мезороллера. И вот, вот как раз-таки, если вы это сделаете, вы уменьшите порог болевой чувствительности. Это замечено однозначно. То есть очистили кожу. На озоновое маслице вы нанесете пилинг полисофт, или миндальный комплекс, или миндально-фируловый пилинг. Нейтрализуете. Вот Ирина Филатова спрашивает, а перулат можно? Можно, можно интегрировать и в процедуру не инвазивной бирюструктуризации, инвазивный препарат, скин-реструктур. Можно после перулата, после нейтрализации, да. Да, абсолютно верно. Опять же, это тема объединения, интеграции инвазивных препаратов и методик в структуру неинвазивных протоколов. У нас есть неинвазивная бирюструктуризация спирулата, Ирина абсолютно права Филатова, и мы можем туда интегрировать наш скин-реструктур. Гвида нам показывал такие процедуры и в Италии, и в России. Да-да-да, можно, конечно, это абсолютно верно, абсолютно правильно. И сами процедуры, конечно же, менее болезненные. Минеболезненные. А после этого, да. Итак, мы с вами подошли уже к модулю инвазии. Я очень люблю наносить озоновое масло. Применили вы модуль кераторегуляции или не применили? Мы сразу после очищения наносим озоновое масло, небольшое количество, на влажную кожу впитываем, и уже сами инъекции я провожу по впитанному озоновому маслу. Вот так. В руке у меня ватный диск с небольшим количеством озонового масла. Итак, прежде чем ввести иголочку, коллеги, помните, да, что у нас есть еще один технический прием, позволяющий уменьшить болезненные ощущения. Кожу вместе инъекции нужно либо растянуть и вводить сюда иглу, либо, наоборот, сжать и в складку вводить. Ну, очень поверхностно. Вот в этот вот холмик, созданный нами, который между пальцами формируется. Почему? Потому что, когда мы растягиваем кожу или ее сжимаем, мы разрежаем плотность рецепторов болезней болевых. Плотность рецепторов увеличивается, точнее, уменьшается, мы их растягиваем, поэтому зона кожи в этой области становится менее чувствительной. Это же понятно. Чем реже находятся рецепторы болезней болевые, тем меньше болезненных будет импульсов, тем меньше будет болезненных импульсов у пациента. То есть сама процедура будет менее болезненной, легче будет переносить. И вот делаем эти микропапулки. Вот так вот. Либо растягиваем кожу, либо, наоборот, сжимаем. И это позволяет уменьшить болезненность. Вот если вы примените несколько таких вот сразу факторов, позволяющих уменьшить болезненные ощущения, то процедура будет весьма и весьма комфортной по цену. Я всегда стараюсь растягивать кожу. Не всегда это удобно, когда пальцы в перчатках по маслу скользят, поэтому впитать нужно масло. Либо вот тогда в щепоточку, либо растягивайте. После того, как вы провели процедуру, все зоны локальные, эти пролобирующие дефекты вы обработали. Очень неплохо, очень неплохо нанести вот эту несмываемую масочку, коллеги. Все знаете ее рецепт. Для того, чтобы приготовить эту масочку, нужно смешать в равных пропорциях маску хомеороз и финишный крем. Либо нормал крем, либо футюр крем. Используем чистый инструментарий, мисочку, кисточку, предварительно продезинфицированной, обработанной. Смешиваем в равных пропорциях, где-то 2, плюс 2 или 3, плюс 3 миллилитра. Хомеороз масочку и нормал крем. Замешиваем, наносим. Укрываем влажными салфеточками, смоченные в элитной термальной воде, типа боржоми или ессентуки. Боржоми или ессентуки. Наносите. Полотенчиком укрываете. От 15 до 25 минут экспозиция. Снимаете салфеточки. Остатки препарата впитывается. Капелька бибикрема перфекции. Отпускаете пациента. Умывается через 6-8 часов. Если анестетик, Елена уточняет, если анестетик применять, то на каком этапе? Нет, не анаозоновое масло. Вы знаете, да, есть такой секрет. Я вот от наших коллег в Москве слышал, что они сначала впитывают азоновое масло после очищения, потом наносят анестетик на впитанное азоновое масло. Почему? Потому что азоновое масло, мы с вами знаем, обладает способностью улучшать пенетрацию, улучшать пенетрабельность, пропускной способность эпидермиса. И вообще, если я применяю анестетик, я кожу не обезжириваю. Обработываю кожу антисептиком, хлоргексидином, например, или мой любимый кожный антисептик актинисептом и наношу анестетик, не обезжириваю. Потому что если вы примените спиртодержащий какой-то раствор, обезжиривающий, или смоете при помощи детергентов, поверх пенемоющих средств, вы удалите липидный слой, и в таком случае анестетик будет работать хуже. Поэтому либо умасливаем кожу при помощи небольшого количества озонного масла. Но я так ни разу не делаю. Но, однако, слышал такой тоже лайфхак от наших практикующих коллег в Москве, что небольшое количество озонового масла на влажную кожу после фазы очищения. Потом смываете анестетику, удаляете. Потом уже наносите озоновое масло и проводите инвазию. Проводите процедуру. Итак, процедура у нас с кинреструктурой, которая может быть инвазивной или малоинвазивной, дермопен или мезотерапевтическими методиками. Курсовая на курс номером 4. 4 процедуры с интервалом где-то 7-10 дней. Раз в неделю 4 процедуры. Месяц, перерыв. И через месяц вы оцениваете динамику, оцениваете те изменения, те улучшения, которые произошли на коже вашего пациента. Оцениваете. Если динамика удовлетворительна, пациент, и вы довольны результатами, можно проводить поддерживающую процедуру примерно раз в месяц. С кинреструктур для пролонгации, для поддержания этих результатов, которыми все удовлетворены, все довольны и счастливы. Если результаты неудовлетворительны, то через месяц, который мы оценили после последней четвертой процедуры, можно повторить еще номером 4, можно повторить этот блок, этот курс активной мезотерапии, или задуматься о причинах низких результатов. Возможно, все-таки пациенту нужна супраанаболическая стимуляция. Нужно сгенерировать, нужно получить эти дермальные фибробласты. Вот таким образом мы с вами и проводим процедуру по лицу. Можно интегрировать эту препаратскую инреструктуру в протокол неинвазивной биореструктуризации, основанной на перулате, вот как Ирина подсказала, напомнила. Можно провести как изолированную процедуру. Просто сама по себе биостимуляция, биореструктуризация препаратом реструктур скин лифт. Реструктур скин лифт. Так, Светлана Кузьмина задает вопрос. Параллельно в одну процедуру можно вводить реструктур и скин нормалайз в разные зоны. Да, Светлана, в одну процедуру можно и скин нормалайз, и скин реструктур, только в разные зоны. Конечно же, можно. Йоланта задает вопрос. Как совместить скин реструктур с фэд? Можно в один день оба в одной зоне. Да, теоретически можно, потому что это абсолютно разные слои. Даже зона одна, но разные слои. Фэд, который в прямой делюции вводится в адипозную ткань, а реструктур вводится в верхние слои дырмы. Теоретически, конечно, можно, но это очень полезно, я думаю, потому что и фэд в прямой делюции весьма такой ощутимый препарат. и реструктуру достаточно такой щепотливый. Но если порог чувствительности вашего пациента позволяет вам это провести, пожалуйста, технически, да, это возможно в одну процедуру, в одной зоне, в разные зоны, в разные слои, в разные ткани, в адипозную и верхние слои дырмы. Есть пациенты, у кого болезненные ощущения вызывают выброс эндорфинов и энкокефалинов и дофамина в том числе. Поэтому некоторые пациенты любят такие болезненные процедуры, они им нравятся. Они подсаживаются на эти процедуры, потому что дофамин – это гормон аддикции, когда у них возникает диктивное состояние, и они хотят снова и снова получить вашу такую болезненную процедуру. Потому что в результате мозг выдаст порцию эндорфинов, энкокефалинов и дофамина. Вот это вот идеальный, конечно, вариант. Нам таких пациентов мы с вами любим. Так, еще какие у вас вопросы? Ну, пощипывает отек и ритема, как правило, разрешаются через 40 минут. Рекомендую все-таки использовать озоновое масло в процедуре и этап несмываемой маски тоже. Капельку перфекции на финише можно, конечно, нести. Длительные такие, да, несколько дней отека и ритема в месте введения, но это нонсенс. Скорее всего, выводите, возможно, выводите слишком много препарата, слишком крупные папулы, слишком большая доза. Или какие-то особенности вашего пациента, что-то не то с пациентом. Потому что, как правило, вот в моей практике ни разу такого не было. Через 40 минут пациент стоит с кушетки, уходит, но, возможно, возможно, с легкой такой розовой эритемой и легкой пастозностью в этой зоне, в зоне воздействия препарата. Это, ну, в моей практике это 100%. Если ваш пациент гипотериозный, да, любит сохранять отеки, у него миксидема, он и так отечный, и понятно, что у него будет более длительный персистирующий отек эритема, но это дело не в препарате, это дело в вашем пациенте. Учитывайте эти факторы просто. А с лицом, понятно, да, несколько слов про тело. Конечно, лучше всего использовать иголочку 30G на 4. 30G на 4. За одну процедуру в одной зоне мы используем 10 мл препарата. 10 мл. И таким образом на тело за одну процедуру мы можем использовать 20 мл. 10 мл. Ак, сейчас, секундочку. Так, где у меня тело? На тело, коллеги, все достаточно просто. В одной зоне 10 мл. Иголочка 30G на 4. Ну, также поверхностными папулами, уже можно не микро, хорошими обычными стандартными папулами, всю зону пролобирующего дефекта мы и покрываем. Вот, пожалуйста, внутренняя поверхность плеча. Обрабатываем антисептическим раствором и 10 мл. На каждое плечо мы с вами раскалываем. Также поступаем с внутренней поверхностью бедра. Если нужно, тоже можно применить местную аппликационную анестезию. Надколеники пролобирующие. Вот эта эластозная ткань, которая в этой области надколениках тоже хорошо устраняется. И не забывайте, что ткани часто пролобируют не только по причине эластоза дермы, но и по причине атонии мышц, по причине саркопени возраст ассоциирования. Поэтому для достижения оптимальных результатов, конечно, в этой зоне лучше применить одновременно и маскл, нормалайз, внутримышечно, и скин реструктур даже в одну процедуру уже внутрикожно-поверхностно. Также поступаем с четырехглавой мышцей бедра квадрицепсом, маскл вводим внутримышечно, скин реструктур внутри кожного. То есть будут лучшие результаты, если вы и мышцу подтянете, протонизируете, и дерму тоже протонизируете, потянете. Результаты будут гораздо лучше, потому что несколько видов ткани участвуют в формировании этого дефекта, точно так же, как и пролобирующие дефекты в области нижнего века. Там и дерма страдает, и мышца тоже страдает. Поэтому и маскл, и, в общем-то, скин нормалайз. Скин нормалайз, помните, тоже содержит глицер и фосфохолин, он тоже будет воздействовать на круговую мышцу. По телу тоже такая схема. Четыре процедуры с интервалом 7-10 дней, и через месяц оцениваете динамику структурной улучшения, и какие-то выводы уже делаете только по истечению месяца. Месяц необходим для созревания. Результат на живот очень-очень хороший, Йоланта. Очень. Даже лично моя практика. Применяю сначала ФЭТ, ЧРП в прямой делюции в область передней брюшной стенки, под кожную, дипозную ткань. Делаю там 2-3 процедуры. Остается кожный лоскут, потом мы его сокращаем на переднюю брюшную стенку. Там все 20 мл. На 10 мл. На одну сторону, на правую и 10 мл. Итого на область передней брюшной стенки уходит 20 мл. скин-реструктур. Очень хороший результат. И даже тяжелая ткань. Даже мои пациенты, которые... У меня почти все мои пациенты с медицинским образованием, такие парамедицинские, фармакологи, не верят. Говорят, ну как можно эту кожу там убрать? Нужно делать обдоминопластику. После курса скин-реструктур, после четвертой процедуры, через месяц. Да, говорят, да, мы видим. Да, мы видим. Хорошо все подтягивается. Однозначно. Однозначно на эту переднюю брюшную стенку очень хорошо. На обдоминальную зону реструктур подтягивает. Даже тяжелую ткань. Да, да, Наталья вот только что сказал. Подтягивает, подтягивает. Реструктур очень хорошо подтягивает. Главное, пожалуйста, применить его правильно. Глубоко его слишком колоть, конечно же, водить не нужно. Он водится поверхностно. Весьма поверхностно. Поверхностные папулки. На тело иголочкой 30G на 4. На лице 34G на 4. Во-первых, тогда расход минимальный у препарата. И болезненные ощущения минимальны. Транквилизаторы, конечно, дневные должен означать психиатр. После обследования только сертифицированный специалист. Мы тут немножечко пошутили с вами по поводу таких вот пациентов с гиперлобильной психикой. Это проблема пациента. Он должен решать свою проблему, обратиться к сертифицированному специалисту. Посоветовать можно. Иди-ка ты мелочь как специалисту к сертифицированному. А давайте мы сам схематически все еще раз запишем. Итак, первая явка пациента. Вот к вам пришел пациент и говорит, меня надо омолодить. Я готов на финансовые затраты, я готов потратить деньги, но я хочу видеть результаты. Первое, что мы с вами делаем, конечно, диагностика, оценка. Мы оцениваем, на каком уровне катаболизм у пациента в дерме происходит и какой у него исходный регенераторный потенциал. Помните, что первый модуль в антиэйчной терапии это АКТ, назначаем антикатаболическую терапию в любом случае антикатаболическую терапию ассорбционно-аппликационную или профессиональную, или инвазивную. Как минимум, вы должны назначить домашнюю тройчатку АКТ антикатаболической терапии, возможно, усиленную дополнительным четвертым препаратом четвертой линии, бонусный, это крем, Дефэнд Плюс. Пациент приходит к вам в салон, получает эту процедуру. Мы с вами уже разбирали, какие препараты, какие процедуры на этом модуле мы применяем. В домашнем уходе, в салоне, неинвазивный, инвазивный, с кем-нормалайзем мы уже можем начать принимать на этом этапе. И антикатаболической терапии мы уделяем как минимум два месяца. Через два месяца пациент приходит, вторая явка, оценочная, через два месяца. Второй модуль у нас, через два месяца пациент приходит, и мы оцениваем исходный регенераторный потенциал. Что же там у нас в Дерме? Если у нас таргет, если у нас фибробласты в Дерме, которых мы должны в общем стимулировать, оцениваем и, возможно, мы назначаем пациенту, что если исходный регенераторный потенциал неудовлетворительный, вам он не нравится, вы понимаете, что в Дерме никого нет, нет фибробластов, мы должны с вами сгенерировать. Мы назначаем пациенту супра-анаболическую терапию курсом на 4 месяца. Супра-анаболическая терапия. Задача этого модуля – супра-анаболическая генерация дермальных фибробластов. Мы их должны создать, чтобы последствия потом уже анаболическими методами на анаболическом этапе их и стимулировать, потому что они должны производить нужный нам тип субстрата – коллагена, ластин, гиалуроновую кислоту, фиброноктин, ламинин и все остальное. Поэтому на втором этапе мы назначаем супра-анаболическую терапию, интерактивный уход на 4 месяца. Как минимум домашний, максимум домашний и профессиональный. Интерактивный уход на 4 месяца. Это очень важно. Это такой модуль, как примедикация для подготовки дермы для последующей стимуляции. Для того, чтобы результаты были максимально выражены. 4 месяца пациент использует дома интерактивный крем и сыворотку. И 1-2 раза в месяц приходит на профессиональную процедуру. И только через 4 месяца пациент готов к следующему модулю, к следующему типу стимуляции. Это у нас уже что? АТ – анаболическая терапия. Вот и наш Skin Normalize и Skin Restructure – это препараты анаболической терапии. Анаболическая терапия у нас занимается от 4 до 6 месяцев. Тоже комбинируем методики домашней ассорбционно-аппликационной фармакотерапии и профессиональные инвазивные или неинвазивные анаболические биостимулирующие методики. У нас есть с вами неинвазивная биоретализация, у нас есть с вами неинвазивная биореструктуризация при помощи пилинга пирулат и сыворотки CD44, Action CD44. И у нас есть инвазивные методики Skin Normalize – препарат для инвазивных методик и Skin Restructure. Их можно раздельно применять, можно объединять в одну процедуру, можно интегрировать инвазивные методики в тело, в структуру неинвазивного протокола. Можно объединить. Итак, дерма через 4 месяца, дерма пациента готова к анаболической стимуляции, там есть фибробласты. С чего начинаем? Начинаем, помните, как нас призывал Гвида, биоревитализация. Пациент через 4 месяца приходит, начинаем применять Skin Restructure. Skin Restructure делаем 4 процедуры. Итак, четвертая явка пациента – это Skin Restructure, это биоревитализация. Четвертая процедура – Skin Restructure. С интервалом 7 дней, через 7 дней пациент придет, проведем вторую процедуру. То есть пятая явка – это тоже будет Skin Restructure. Итак, номером 3, 4, шестая явка с интервалом 7 дней, через недельку на 7 дней. Шестая явка Skin Restructure. Помните, как минимум 3, а по-хорошему 4 процедуры должны быть Skin Restructure. И начиная уже с седьмой процедуры, мы можем, если есть необходимость, подключить Skin Restructure. Skin Restructure номером 4. Это 4 процедуры с интервалом 7 дней. Вот так вот реализуем. Правила трех дней, реализуя вот этот принцип мультимодальности в нашей биостимулирующих процедурах, в нашей античетерапии, мы и должны поступать. Но я думаю, более-менее понятно, да? Вида призывает первые 3-4 процедуры провести все-таки биоревитализацию, получить коллаген третьего типа. Возможно, кожа тела, зоны на теле являются исключением. Можем, в общем-то, сразу применить Skin Restructure и Масков. На лице мы так не должны поступать. Мы должны сначала применить биоревитализацию. Нормалайз скин. Хотя бы первые 3 процедуры с интервалом 7-10 дней. А потом переключиться на Реструктур по зоне пролобирующего дефекта. 4 процедуры с интервалом 7-10 дней. Через месяц оценка. Через месяц оценка. Результатов и какие-то выводы мы окончательные можем сделать. А в течение этого курса мы можем делать только промежуточные оценочные выводы. Окончательные только через месяц. После последней 4 процедуры. Мы говорим, да, да, вот все хорошо. И вот так. В домашний уход, чтобы усилить вот этот эффект лифтинга, конечно же, мы назначаем тройчатку для деформационных пациентов. С профильным кремом ультратон. Ультратон с 1% дма и с витамином С, с анаболическими пептидами, с антикатаболическими компонентами и с очень интересным компонентом, который называется реноваж. Тепринон, который продлевает клеткам жизнь. Сочетайте, комбинируйте методики. Домашний ассорбционный аппликационный, профессиональный ассорбционный аппликационный и инвазивный. Профессиональные процедуры можно разделять, да, отдельно инвазивный или неинвазивный. Потому что у нас специалисты, которые не применяют инвазивные методики. Пожалуйста, есть альтернатива неинвазивная ассорбционная аппликационная. Есть инвазивные. Также их можно объединять между собой, интегрировать, интегрированные процедуры приводить. Но дермопен, то уж и мезороллер, коллеги, это массажная техника. И вот наш скин-реструктур мы можем применять локально с небольшой кровяной росой при помощи дермопена или мезороллера. Вопросы. Какие у вас, коллеги, по вышеизложенной теме? Скин-реструктур устраняет избыточный кожный лоскоп. Действует он, работает физиологическим путем. Не через воспаление, как работают многие другие аналогичные препараты профильные, а в обход воспаления путем биомимикрии, через раздражение. В общем-то, это биоцептика, это биомиметический препарат скин-реструктур, который имеет ряд преимуществ очевидных перед такими аналогами, альтерирующими, повреждающими. Какие еще вопросы, коллеги? Я надеюсь, вам все понятно. Никогда не поверю, что скин-реструктур после курса правильно методично выполненных процедур не имеет динамики. Никогда. Даже не пытайтесь мне что-то сказать. Если тяжелая ткань передней брюшной стенки, то это фартук подтягивается, устраняется тяжело, все подтягивается. Юлиана уточняет, после ковида полная реконволюсценция. Если ваш пациент перенес ковид, то все процедуры можно проводить после полной реконволюсценции. Если ваш пациент реконволюсцент, но почему нет? Еще какие вопросы? Еще какие вопросы? Сатурация близка к 100%. Думаю, можно. Еще вопросики, коллеги. Вот, по-моему, завтра вы как раз с Еленой Владимировной Юр будете разбирать маску нормалайз. Татьяна Семеновна, анонсируйте, пожалуйста. Алла уточняет Галеева, что еще в домашний уход. Вот как раз троечаточку антиэйдж профильную для деформационных пациентов. Крем Ультратон в качестве дневного, на ночь кислятинку с учетом порога чувствительности кожи пациента, биодерм, биопродерм, биориювин и усиливающая сыворотка фермин-лифт-стронг в домашний уход пациенту. Итак, посмотрите в чате анонс. Завтра, среду в 11.00 по Москве, Елена Владимировна Юр. Маскл нормалайз плюс, разбирайте. Как раз мышечный каркас лица и тела, мышцы. Не забывайте, что в этой контурной деформации принимает участие не только дерма, но и дерма, эпидермальное сочленение и мышечная компонента. И отечная компонента, потому что лишняя жидкость, которая скапливается в интерстиции, она утяжеляет ткань и способствует пролоббированию, усиливает. Поэтому после этого лимфодренажного массажа, почему пациенты встают все с лифтингом? Потому что жидкость убрали, ткань подтянулась, она облегчилась, естественно. Фет, ЧРП, в прямой делюции прокололи, адипозную ткань убрали, ткань стала легче, но, естественно, она вас и подтянется. То есть всегда осматривайте пациентов, всегда вы должны думать, какие же ткани участвуют в формировании данного дефекта. Адипозная, мышечная, возможно, и та, и другая. Но так и воздействуйте на разные ткани разными препаратами. Нет одного препарата, который одинаково улучшает все и сразу. Аминозин улучшает все и сразу и решает все проблемы. Но в эстетической медицине он неприменим, конечно же. Спасибо, Ольга, спасибо. Вот у нас есть такие профильные препараты, таргетные для каждого вида ткани. Адипозная ткань, дермоэпидермис, дермоэпидермальное сочленение, мышцы. Пожалуйста, воздействуйте на все эти ткани, устраняйте эти эстетические дефекты, которые, еще раз напоминаю, формируются по причине дисфункции, деструкции в разных тканях. Мышечной, адипозной, дермоэпидермиси, дермоэпидермальном сочленении. Да, кожа – это орган, но это многоуровневый, много профильный орган. Там есть разные ткани, разные виды клеток, и они требуют разного воздействия. Адипозная ткань в каких-то зонах требует уменьшения, в каких-то зонах она требует увеличения. Липотрофия произошла, где-то гипертрофия. Где нужно, увеличиваем, где не нужно, уменьшаем. Мышечную ткань тоже, леваторы приводим в тонус, тензоры и констрикторы ослабляем. У нас есть с вами эти препараты, бетафил стериля. Пожалуйста, масковым тонизируйте леваторы, тензоры и констрикторы ослабляйте. Это тоже для лифтинга. У нас есть инструменты и методы, позволяющие как раз-таки восстановить все эти ткани, решить эти эстетические проблемы. Курс по геронтологии. Мы продолжим с вами, Екатерина, когда разрешат уже очные свидания, очные семинары в регионах. Буду к вам приезжать, и мы будем продолжать говорить о основах эстетической геронтологии. Общую геронтологию многие из вас уже прослушали, очно или заочно. И следующий модуль у нас будет как раз-таки посвященный эндокринологии. Кожа – это гормонозависимый орган. Эндокринологический модуль у нас будет с вами. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Завтра вы говорите о препарате масков нормалайз. Тоже мой любимчик. Уникальный препарат. Я с вами прощаюсь. До свидания. До четверга. Продолжение следует... Продолжение следует...